Сегодня смотрим аниме новости за всю прошедшую первую неделю осени. Только смотрим быстро, потому что новостей у нас реально много. На днях в официальном твиттер-аккаунте моей Геройской Академии, а именно 2 сентября, опубликовали очередной новый трейлер шестого сезона франшизы. И в этом же трейлере также звучит новый опенинг сериала. Напоминаю, что трансляция шестого сезона начнется 1 октября. А разработчики аниме Моб Психо 100 тоже решили не отставать и выкатили, наверное, уже шестой трейлер своего нового третьего сезона, релиз которого состоится 6 октября. Тем временем у нас внезапно буквально на днях проскочило 2 слуха. Первый слух о том, что премьера нового аниме по Блич состоится 10 октября. И второй, что премьера аниме-адаптации манги Человек-бензопила состоится 11 октября. И вот именно слух про Человека-бензопилу уже подтвердился. Да, официальный релиз 11 октября. А тот, что про Блич пока что слух. Но я думаю, что скорее всего он в скором времени подтвердится. Еще в этом октябре из прикольных аниме-продолжений мы увидим такие аниме, как Второй сезон аниме Удзаки Хочет Тусоваться. Ее премьера 1 октября. Четвертый сезон аниме Золотое Божество. Или же Золотой Камуй. Релиз 3 октября. Второй сезон аниме-адаптации манги Для Тебя Бессмертный. Премьера 23 октября. А также новый фильм по Ронобе Мастера Меча Онлайн. Его название Мастера Меча Онлайн Прогрессив с кирцом глубокой ночи. Для тех, кто не знает или кто не понял, это второй фильм из трех, который должен был выйти с подзаголовком Прогрессив. То есть три фильма называются Прогрессив, но каждый из них еще имеет отдельное свое название. И вот именно эта вторая часть фильма должна была выйти 10 сентября. Но из-за коронавируса релиз перенесли на 22 октября. Также на этой неделе у нас уже были топовые анонсы аниме уже на 23 год. Во-первых, это долгожданный. Второй сезон аниме Невеста Чародея. И выйдет она в апреле 23 года. Далее, второй сезон аниме Ложные Выводы и его выход в январе 23 года. Пока они показали только постер. А еще, финальный сезон адаптации манги Бистарс. Его выход назначен аж на 24 год и выйдет он на Нетфликсе. А теперь знайте что, ребятки. Все вышеперечисленное и названное в этом видео было лишь из категории аниме, которые уже выходили ранее. Да, можно так сказать, это были анонсы продолжений. А теперь же мы посмотрим новости свежих аниме, которые только собираются впервые появиться на ваших экранах. Что же тут у нас такого? 1 октября начнется трансляция аниме Я стала злодейкой, поэтому мне нужно заарканить последнего босса. В тот же день, 1 октября, выйдет еще аниме под названием «Каким-то образом я стал сильнейшим, прокачивая фермерские навыки». Короче, ребятки, тут я сорвал голос, поэтому дальше за меня продолжит робот. Всем привет, я робот. Продолжаем наш выпуск. 9 октября премьера аниме. Больше, чем пара. Меньше, чем любовники. И тоже в октябре. Но пока еще без даты премьеры. Аниме. Развращенная гильдия. Все эти аниме-тайтлы на этой неделе презентовали нам свои релизные трейлеры с датами выхода. Ну и последний анонс аниме этой недели, но без даты выхода. Аниме-адаптация манги с самым длинным названием, которое я только слышал. И вот название. Я прибрал к рукам девушку, которая потеряла своего жениха. И теперь я учу ее всяким плохим вещам. Кормлю вкусняшками. Наряжаю в красивые вещи и вообще делаю ее самой счастливой девушкой на земле. После такого названия описание сюжета можно не смотреть. А теперь перейдем к рубрике бонусных новостей. На этой неделе компания Кадакао, один из крупнейших издателей манги в мире, выпустила манго-адаптацию видеоигры Elden Ring в комедийном жанре. Первые две главы манги можно прочитать совершенно бесплатно на сервисе ComicWalker. В это же время, другая игра. Cyberpunk 2077 получила новое обновление основанное на аниме Cyberpunk Adjourners, который выйдет 13 сентября. И вот еще такая игра под названием. Gundam Evau Tion, основанная на серии аниме и манги Gundam, получила дату релиза 21 октября. А также нам стало известно, что она будет фритуплейная, бесплатная короче. Выйдет она на консолях прошлого и текущего поколения, а также на ПК. Смартфон-юзеры в пролете. Ну что ж, это были аниме-новости сентября на канале JapanChic. И я его ведущий Жеканчик. Да, я вернулся под конец, чтобы попрощаться. Подписывайтесь. Ставьте лайк. Пишите комментарии, о чем вы думаете. И до скорых встреч. Аривидерчи. Продолжение следует.